Продолжение следует... Продолжение следует... 26 выпуск нашего интернет-проекта в Дебре. Сегодня у нас все очень необычно. Почти сенсация. Впервые за 26 выпусков наша героиня-женщина. Меня зовут Наташа Давыдова. И мы начинаем битву за тело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это полнейший сюрприз для меня. Я думаю, что я жду некий драйв, движение, проверка собственных возможностей. Все это будет, я уверена. Опыт внедорожной езды. Опыт исключительно езды на внедорожнике, но в пределах Садового кольца Москвы. Сегодня у нас, так сказать, легкий ледяной экстримчик будет. Будут колейки, где-то лужи еще не встали под лед. Броды будут два, может быть, и больше. Нет еще на них льда, поэтому покатаемся по воде, почувствуем себя мореплавателями. Будут горки вниз, вверх. Немножко, но будет. Так что будет достаточно экстремально интересно. В Дебре поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наталья, мы на ты или на вы? На ты. Это помогает сблизиться. Давай по порядку. Почему тети Моти? О, на самом деле, когда я регистрировалась в Инстаграме, у меня совершенно не было никакого плана делать из этого какую-то медийную историю, коммерчески выгодную. Меня дети тогда дразнили тетей Моти. И у нас была такая игра. У меня муж спросил, говорит, как тебя подписать. А я думала, что никнейми, они обязательно должны отличаться от реального имени. Говорю, ну давай тетя Моти. В общем, так и пошло. А сейчас уже, как знаете, переобуваться – это достаточно дорого для любого бренда. Ты подсела на здоровый образ жизни после рождения третьего ребенка. Но тебе тогда не надо было сбрасывать килограммы. Это замечательно выглядело как сейчас, так и тогда. Что повлияло? Что вот этим тумблером явилось? Почему я в это неотъемливо вот так вот верю? Потому что у меня у сына, у старшего сына, у него неврологическое расстройство. И питание здоровой едой помогает снять симптомы очень сильно. Помогает улучшить его поведение. Помогает улучшить способность к восприятию информации, к обучению. И когда я это вижу своими глазами, для меня это похоже буквально на чудо. Как, например, для меня буквально вчера стало чудом узнать, что, оказывается, девушки после прохождения моих курсов, моих марафонов, они беременеют. На самом деле кажется, ой, это чудо. А это не чудо. Когда ты начинаешь питаться здоровой едой, функция организма улучшается. То есть способность, фертильная способность улучшается. Способность к обучению улучшается. Я вижу, насколько это все влияет. Но все-таки ты после рождения третьего ребенка начала заниматься или нет? Да, это правда. Сначала мне хотелось похудеть. Я начала сама заниматься, но я начала читать много информации на эту тему. И как раз-таки тогда пришелся пик проблем со старшим сыном, потому что он имел очень большие трудности с обучением в школе. Он имел проблемы с одноклассниками, потому что у него прослеживались аутичные черты. Я тогда начала ездить с ним в Америку, лечиться у американского невролога. И совершенно случайно, я прочитала в Инстаграме, мне одна девушка посоветовала книгу. Кишечник и мозг американского невролога Дэвида Пернгутера. И я прочитала эту книгу, где Дэвид рассказывает о том, что он лечил неврологические расстройства с помощью диет. Причем расстройства, это такие серьезные, аутизм, синдром дефицита внимания, все то, что было у моего сына. И тогда я решила попробовать, потому что я ничем не рисковала. Это не прием препаратов, которые не имеют долгосрочных каких-то длительных широкомасштабных исследований, которые он, кстати, принимал. И когда я увидела потрясающие результаты... А в чем они заключились? У ребенка были сложности, не было контакта глазами, то есть он не смотрел в глаза. Он съедал все свои вещи, футболки здесь были просто выгрызаны, выгрызы на рукава были. Он ерзал на стуле, он помогал себе говорить головой. Знаете, когда буквально ты слова продавливаешь головой, и буквально через пару месяцев, когда мы увидели, что он перестал есть в футболке, у него улучшился контакт глазами. И могу сказать, что, например, директор школы предупреждала, что на второй год он не пойдет. Вернее, в следующий класс он не пойдет, он останется на второй год. И когда буквально через несколько месяцев диеты у него улучшилась способность обучаться, и директор сказал, что да, мы переводим его в следующий класс, но это было уже настоящим чудом. Твои лекции стоят 800 тысяч, реклама в соцсетях 400 тысяч. За что тебя платят? Ну, это надо по порядку. Лекции в основном потребитель – это женщина, потому что женщина рулит семейными трендами. В основном приходят ко мне женщины, и они платят за то, чтобы получить актуальную информацию по здоровому образу жизни, для того, чтобы зарядиться. Потому что, по большому счету, практически каждый из нас знает, что сахар есть вредно, что глютен лучше исключить. Но все мы хотим иметь заряд, вдохновение. Вот я их заряжаю на это все. И это стоит денег? И это стоит денег. Не ты, не дети, не едите сладкого. Что ты ешь? Я за меня есть, например, сахарозаменитель стевия натуральный, который не вызывает воспалительных реакций в организме, который не поднимает уровни инсулина, и который не вызывает зависимости. То есть мы едим вкусное. Мы просто готовим это из современных продуктов, которые как раз-таки не вредят организму. Включение пониженного ряда передач. Машина по бездорожью начинает ехать медленнее, но мощнее. Еще есть одна кнопка внедорожная. Включение межосевого дифференциала. Вот здесь появился индикатор. Это означает, что межосевый дифференциал заблокировался, и у нас больше колес стало ехать без пробуксовки. Ой, я никогда так со своей не делала, но всегда мечтала так делать, скажу честно. Это в дебре. Ну, прям так вот не бояться. Так вот прям вообще не бояться. Самое главное – не бояться. Что-то мне жарко стало. Я, пожалуй, даже куртку сниму. То ли жарко от вопросов, то ли жарко от трассы. Все. Есть. Пошла жара в хату. Ты ощущаешь на себе, что далеко не всегда удачливые, богатые, знаменитые в нашем обществе встречают стопроцентную поддержку? Я помню, когда мне дали первую обложку, это был журнал «Хэллоу». Естественно, нашлись подписчики, которые написали, что ну все понятно, там муж купил. Я говорю, ребят, если у нас так легко все это продается, а почему же денег не хватило на обложку журнала «Вок»? Ну самое главное, что я знаю, что мои близкие знают, что я тот человек, который есть, это не потому что деньги мужа. И опять же, если говорить про мужа, муж тоже был моей мечтой. Это тоже мой некий, знаете, вот удавшийся проект. Потому что я мечтала выйти замуж за мужчину, который даст мне опору, который даст мне стержень. Потому что у меня мужчины этого, по сути, никогда не было. Папа развелся с мамой достаточно рано. У отца были определенные зависимости, серьезные зависимости. У меня никогда не было этой поддержки. Буквально с ранней юности я всегда тянулась к таким взрослым мужчинам. Всегда тянулась к каким-то учителям в школе. То есть у меня всегда была вот эта вот тяга. Я мечтала себе найти такого мужчину, который даст мне ощущение стабильности и опоры внутри. Поэтому мой муж – это тоже мой удавшийся проект, мечта. Я очень энергичная. Я очень, знаете, такая, люблю экстримы, люблю драйв. И мне нужен человек, который меня все-таки чуть-чуть так заземляет, который чуть-чуть держит за ножки, чтобы я в космос не улетела. Мы пока говорили, у нас впереди идущая машина застряла немного. А почему он прямо не поехал? А я тоже не понял, почему он прямо не поехал. Зачем ему пришлось объезжать здесь? Ну ладно. То есть мы можем так пойти сейчас на опережение? Конечно, прямо. У меня такое впечатление, что вы всю жизнь этим занимались. Завтрак у меня в дни, когда у меня нет силовых тренировок – это сырники. Обед у меня мясо – это либо котлеты, либо стейк с овощами. А ужин – это всегда рыба. Все стандартно. Каждый день, в принципе, я ем практически одно и то же. В России есть проблема с правильным питанием? У нас… Да, большая проблема есть. Я когда начала ездить по регионам, потому что, когда ты живешь в Москве, ты видишь, что там говорить, стройных людей, подтянутых, без конца. Ты видишь спортивные залы и так далее, да, рестораны со здоровым питанием. И когда мы приехали впервые снимать, например, на ту же Анапу, я была потрясена, какое количество полных людей, полных детей. То есть идут родители полные, у них полный ребенок. И это большая проблема, потому что, естественно, это сказывается на здоровье, это сказывается буквально на всем. На способности детей учиться, это сказывается на том, на профессиональных возможностях. Потому что, когда человек в определенном весе находится, он испытывает определенные трудности со здоровьем. И это также влияет и на работу, и на все. На твоей памяти самый яркий пример вот этого, когда человеку удалось совладать с собой? Мой муж, который весил 140 килограммов, сегодня он весит 90. Каждое утро он совершает пробежку, у него 3 силовых в неделю, он еще йогой занимается. Он скоро станет худее, чем я. Уже могу сказать, что помощницы по хозяйству, они путают наши спортивные костюмы, и мой костюм они вешают в его гардеробную. Первое, что надо сделать, когда ты просыпаешься? Зубы почистить. Даже не глотать слюну, потому что за ночь во рту скапливается огромное количество бактерий. Потому что слюна ночью не выделяется, а слюна все-таки содержит вещества, которые контролируют вот эту патогенную флору. И первым делом нужно пойти почистить зубы, это первое. Затем уже выпить стакан теплой воды с лимоном. Мы приготовили несколько продуктов, и ты... Нет, мы, наверное, сначала вот эту вот часть проедем, да, вот этот участок, а потом к нему вернемся, к нашему холодничку. Я уже сразу вижу, что там есть. Я уже жалею о том, чтобы я сразу открыл. Смотрите, повесьте назад. Чуть-чуть идет, все, вот перевесьте назад. Так, вот теперь я прям сильно потею. Блин, мне очень страшно, честно скажу. Но мы пробьемся. Мы отсюда выйдем. Мы с ним, что 18 лет в Москве пробилось. Попробуем, что машина проедет. Сейчас, секунду, стоим, стоим, просто идем. Как ты понимаешь, когда находишься в таких условиях, они, кажется, достаточно естественными для тебя. У тебя нет выбора, кроме как вот вперед. Поречь и назад, это хорошо. Вперед, вперед, и можно блокировку нажать. Это очень хорошо. Так. Блокировку попробуем. А где блокировку? Вот этого, да. Тогда нам надо на нейтралочку. Да, на нейтралочку сюда, да? Сюда. Так, сейчас попробуем назад, наверное, да, еще? Так, все-таки вы меня завезли туда, куда надо положить. Где бри, где бри. Чтобы, так сказать, дать хороший контент. Так, руль вправо, да? Чуть вправо. Чуть-чуть вправо сюда. Да. И блокировку сзади включили. Да, включили уже, да, включили. Ох, молодец какая. Все и есть. Ура. Теперь мы вернемся к нашему холодильнику. Не отвлекаясь от трассы, я тогда буду доставать из очень удобного вот этого нашего девайсика. Так, это что такое? Это у нас овсяный классический лайт. Овсяный классический? Это овсяное молоко? Да. А, безусловно, овсяное молоко значительно полезнее коровьего тем, что не вызывает аллергических таких реакций, как вызывает обычное коровье молоко. И также оно не содержит пестицидов, гербицидах, потому что коров кормят, кормом, который все это содержит, не содержит антибиотиков, не содержит различных гормонов. Поэтому однозначно я выбираю овсяное молоко, растительное молоко. Так, игра полезная и вредная от Натальи Давыдовой продолжается. Кусок сала. О, это полезно. На нем, во-первых, можно жарить, потому что образование канцерогенных веществ идет у сала при очень высокой температуре. То есть для жарки оно идеально подходит. Так, еще что у нас есть в нашем холодильнике бортовом. А еще у нас есть обезжиренный творог. Вот на самом деле, кстати, жирных продуктов не надо бояться. Лучше выбирать обычной жирности творог. Так, обычной жирности. Обезжиренный – это бессмысленно, да? А в нем содержится больше углеводов, да, чем животных жиров. Поэтому я выбираю обычный творог. Так, проезжаем. Ух, есть. Такие вопросы… Необычные ощущения, да, правда? Это весьма необычно отвечать на вопросы. При этом у мозга совершенно другая задача – проехать, выжить. По бездорожью. Шоколад горький. Он полезен. Так, что у нас еще есть? И опять же, к горькому шоколаду вопросу. Все зависит от количества, потому что он калорийный. И, конечно же, если вы съедите целую шоколадку, то, скорее всего, это будет больше вреда, чем польза. А небольшое количество, вот такую вот палочку к чаю с утра почему нет? Залезаем в наш холодильник, достаем из него бекон, да, насколько я понимаю? Да. Вот чем бекон отличается от сала? Тем, что это уже промышленный… Это продукт промышленной переработки. Поэтому лучше выбираем вместо бекона мы выбираем с сало. Наташ, сало полезно? Очень. Шоколад полезен? А в ограниченных количествах. То есть, если я сделаю бутерброд с сало с шоколадом, то это самый полезный завтрак будет? Украинский сникер. Как муж относится ко всем? Ты уже сказала, что поддерживает тебя во всем. Но самый яркий пример, может быть, самой безумной затеей, которую ты предложила, и когда он тебя абсолютно на 100% поддержал. Самая безумная идея, это пошла… Это была идея пойти год снимать реалити-шоу. Всероссийский кастинг в новое сенсационное реалити о похудении. Это просто самая безумная идея. Что такое реалити? Ты раб шоу, ты себе не принадлежишь, ты не знаешь, когда съемка закончится, потому что герой может такое выкинуть, что просто мы обязаны это снять. Могу сказать, за этот год, например, я научилась прощать людям их слабости, потому что у каждого человека есть свои… Какие слабости, не называя какой-то конкретный эпизод, какие слабости прощали вы на этом проекте? Ну, например, я как доктор Хаус скажу, что все люди врут. Ну так, да? Да. То есть задание, честно, не выполнялось? Могу сказать, что большинство людей склонны к тому, чтобы врать и себя оправдывать. Сейчас ты достаточно зарабатываешь. У вас в семье как с бюджетом? Общий или твое – это твое, а его – это общий? Нет, у меня другая идеальная схема. Значит, траты все его, а заработки все мои. Кто об этом не мечтал? В горку у нас впереди. Стас, расскажи, что здесь надо сделать. Включаем вот систему помощи при спуске, выбираем наклончик. Почему же я на своей машине никогда так не делала? А в Москве не требуется. Эта горка не опасная? Нет, это учебная. Опасная будет впереди. Все, поехали. Да, поехали. Можно отпустить и тормоз, и газ. Машина сама будет сейчас подтормаживать и подгазовывать. Вот так слышны такие вот похрюкивания. Это как раз она определенные колеса подтормаживает. Остается только направление задавать рулем, и все. Нормально, знаете, Стас. Не так страшен черт, как его молюют. Я в жизни и не по такому бездорожью ездила. Это точно. Более веселая история. Как ты оказалась в клипе Шнура? О, это интересная история. У меня есть такая особенность. Я еще не знаю, как это работает. Я не умею ею пользоваться. Но очень часто, когда я что-то загадываю, даже какие-то случайные мимолетные вещи, они со мной происходят. И мне звонит мой знакомый. Говорит, Наташ, а ты не хотела бы в клипе группы сняться там одной? Я говорю, слушай, я не против. Говорю, если я им подхожу, почему нет? Говорит, тебя уже на роль утвердили. Я говорю, да. Говорю, хорошо, давай. Говорю, а что за группа-то? Говорит, да группа, она из другого города. Говорит, ну как называется? Говорит, скажи, вдруг я группу-то знаю. Он говорит, Ленинград. Я начинаю просто кричать, прыгать на кровать. Я говорю, слушай, ты бы с этого начал бы. У тебя вот самой есть какие-то комплексы? Конечно, их полно. Назови три основных. Например, у меня вот вены на руках, достаточно широкие, причем с детства. Я все время как-то стесняюсь своих рук, например. А потом у меня, я, например, не люблю свой голос, потому что он с хрипотцом. У меня когда-то разошлись голосовые связки. Олег, давай, не надо. Несмотря на то, что я активно работаю, то есть специальные упражнения, которые укрепляют связки, все равно иногда я его могу практически полностью потерять после длительных голосовых нагрузок. Вот два комплекса. Сейчас какой-нибудь, подожди, третий комплекс. Например, я бы хотела талию потоньше иметь. Да у всех есть комплексы, это абсолютно нормально. Даже у самых красивых женщин есть комплексы. Просто нужно с этим смириться, это естественная человеческая природа. Наташа, вспомни, как из Смоленска приехала девушка в Москву. Что было самое сложное? 18 лет тебе, мне кажется, вообще море по колену, все по плечу абсолютно. Это вот я сейчас уже в своем возрасте думаю, господи, как же я тогда вообще выживала. Как это страшно жить, когда у тебя там ни копейки за душой нет. А на самом деле, когда у тебя ничего нет, тебе нечего терять, тебе ничего не страшно. Потому что терять нечего. Ты боишься терять, когда у тебя уже то, и это есть, и пятое, и десятое. А тогда терять ничего нечего нет. Как сложилось, как удалось пробиться? Счастливый случай? Я думаю, что я, да, я везунчик. Я отдаю себе в этом отчет. Я очень удачный человек по жизни. Я в детстве покупала лотерейные билеты, я всегда выигрывала. То есть я буквально выигрывала везде. Вот все, что можно было выиграть, я все выигрывала. Это мы сейчас так поедем. Руль влево и вперед. Не должно. Класс, всегда мечтала. Да. Вот. И что, и вода не протекает? Теперь мы водоплавающие. Класс. Не течет там, нет? Прям Джеймса Бонда. Все нормально. Так. Класс. Я когда упала с лошади, у меня был тройной перелом. Все подумали, что я с мотоцикла упала. На самом деле на лошади. И уже более того, я на ней не скакала. Я с ней просто на ней шла уже в пикнику. И вдруг она увидела собаку, очень сильно испугалась. От нее бросилась. И начала меня просто выкидывать, сбрасывать в себя. И что самое интересное, вот как работают натуральные опиоиды, эндорфины. Они же снимают боль. Я когда упала, это было сильное падение. Ну, три перелома. Ключица, грудина и лопатка. Я боли вообще не почувствовала. Вообще не было больно. На самом деле, эта травма мне очень многое дала. Я очень благодарна ей. Потому что она в какой-то момент меня очень сильно так приземлила. И я поняла, для чего это было. Потому что у меня было совершенно конкретное желание делать какие-то вещи, сопряженные с рисками. И это меня вовремя остановило. Я благодарна этому. А лошадка существует? На колбаску она не пошла. По-моему, я не туда поехала. Да, наверное, назад. И вот, опа. Твою мать. Так бывает. Вперед. Я знала, что не все так просто будет. Не подведет эта машина. Не должна. Так. Блин, мне очень страшно, честно скажу. Мы пробьемся. Мы отсюда выйдем. Блин, это очень страшно. Больше зато со мной ничего страшного сзади не случится. Потому что самое страшное уже случилось. Еще бы она подворачивала еще туда, куда надо. А ее просто несет. Да. Берется. Ты ведешь колонку в ВОК. Да. Как ты тему подбираешь? Они как-то сами собой рождаются. Потому что я человек, который постоянно ищет для себя каких-то новых, интересных, новые интересные вещи, экспириенсы. И я рассказываю, собственно говоря, о том, что я проживаю. Вот, например, скоро выйдет моя новая колонка про игру Лилу. Лила, никогда не слышал? Нет. Это потрясающий такой вот психологический, эзотерический опыт в моей жизни. Самый сильный. Что это? Потому что я уже рассказывала в ВОГе про свой опыт, например, с Айваско. И могу сказать, что этот опыт был значительно сильнее. Это древняя индийская игра, которой уже более трех тысяч лет. И с помощью этой игры ты прорабатываешь какие-то свои внутренние проблемы, психологические проблемы, эмоциональные проблемы. Приходит ведущий этой игры, как правило, это опытный психолог с соответствующим образованием. И на стол расстилается поле типа игры монополия. Только вместо клеток, которые связаны с бизнесом, там клетки связаны с эмоциями. Бывают самые низменные эмоции. Там есть ревность, зависть, гнев, обида. В общем, там много вот этого всего. А бывают верхние эмоции. Это уже такие, как благодать, например. Все, что приносит в нашу душу, все, что дает нам ощущение комфорта и счастья. И в эту игру она сразу же предупредила, что можно играть кто-то пять часов, кто-то двенадцать играет, кто-то два дня. И пока ты эту игру не закончишь, пока Лила с тобой не проработает то, что ты должен проработать, эта игра тебя не отпустит. То есть, наверное, сейчас ты слушаешь, как эта игра не отпустит. А это много от ведущего зависит, наверное, да? Очень много. Ты прорабатываешь вместе с ведущим, вместе с психологом. Естественно, ведущий тебя направляет. И пока ты не сыграл в эту игру, ты не понимаешь, ну как это тебя игра вообще не отпустит. Да я встану, мне на ДС встану, иду. Но происходят совершенно фантастические вещи. То есть люди абсолютно ровные, которые психологически уверены в себе, они могут, не знаю, устраивать истерики, кричать, начинают вырываться все наши внутренние какие-то демоны. В первый раз я играла в эту игру около двенадцати часов. Двенадцати. А второй раз, это мой муж уже хотел вместе со мной пережить такой опыт. Сказал, я пойду с тобой играть. Играет до пяти человек. Просто большее количество уже один психолог не осилит. И муж думал, что он выйдет самый первый, потому что он мужчина, уверенный в себе, у всех мужчин более такой стабильный, эмоциональный какой-то вот фон, как сейчас говорят, эмоциональный интеллект. А выигрывает кто, кто первый заканчивает, да? Никто не выигрывает. Там нет выигравших. Каждый человек приходит проработать свою проблему. И могу сказать, мой муж, который был уверен, что он выйдет первым, он вышел самым последним. Самым последним. Это действительно интересная игра, которая очень много нового открывает в тебе. На чем споткнулся? Муж на чем споткнулся? На том, что он все время пытается контролировать все. А ты не можешь контролировать все в этой жизни. И то, когда он теряет контроль над чем-то, это очень сильно выбивает его из равновесия. Ты тоже контролировать пытаешься все вокруг себя? Это естественно у нас и на телешоу, и также, например, в моем приложении Велпс у нас сертифицированный тренер, у нас диетолог. Потому что у меня есть образование хелс-коуча. Но все-таки я не диетолог и я не тренер. Я могу людей направлять и говорить о том, что нужно обратить внимание на то, нужно обратить внимание на это, привлечь какого-то специалиста-врача. Приложение на сколько зашло? Насколько к нему проявляет? 800 тысяч пользователей, 200 тысяч из них активны. И в среднем каждый активный пользователь где-то оставляет 2000 рублей в среднем за год. Нам остается метров 100 до финиша. И я предлагаю уже разыграть среди наших зрителей, среди наших подписчиков три вещи. Это замечательная книга. Выигрываем. Выигрываем. Здорово едим. Да. Ты ее подписала, да, Наталья? Я ее подписала. Это термос, чтобы пить оттуда какие-нибудь полезные напитки, чай, травяной чай или кофе, но лучше без кофеина. И наша фирменная футболка в Дебре, мы тоже попросим Наталью подписать ее. Книжка «Термос и футболка» достанется тому, кто ответит на один вопрос. Какие две вещи, по мнению нашего замечательного блогера, гостей программы, надо сделать прежде всего, когда вы проснулись? Пишите, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Эти призы ваши. Выигрывайте. Наталья, все, подъезжаем. Вон, впереди фигура возникла в оранжевом. Да, спасибо. Как бы это 5 баллов. Прям чистые 5 баллов. Я отличница. Да, все прям было вот четко, круто и уверенно, и где нужно подгазовать, и где нужно сбросить. То есть прям вот идеально. Я привыкла, дело в том, что теперь к таким дорогам, я не представляю себя, как я буду себя чувствовать, когда выйду на асфальт. То есть за 2 часа такое ощущение, что другой трассы быть не может. То есть привыкаешь настолько вот к этому, к этим ухабам, к этим перевалам машины. Ну круто, здорово. Да, главное так не парковаться теперь в городе. Это, наверное, самое сложное в нашем деле. Опасненько. Да, опасненько. Ну что, поехали. Поехали. Даша, есть какой-то предел? Есть какой-то момент, когда ты скажешь себе самой, что ты реализовалась на 100%? Боюсь, что нет. Это я недавно прочитала книгу, которая называется «Гормоны счастья». Это как раз-таки про те нейромедиаторы, которые дарят нам чувство радости, удовлетворенности. Там автор говорит, что если вы думаете, что вы получите Нобелевскую премию и будете счастливы всю жизнь, я вас очень сильно разочарую, потому что вы будете искать нового и нового способа, чтобы доказать себе свою ценность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова